Дорогие отцы, стоящие в истине, верующие во Святую Троицу, не поминающие лже-патриарха Гундяева, обращаюсь к вам. Делайте обращение иногда. Обращаюсь к вам для того, чтобы сказать о значимости этих небольших видеообращений, чтобы мы видели не только голос, но и ваш внешний вид, ваши глаза. Потому что те, которые остались с мамоной, остались в захваченных наших храмах, еретиками и куменистами, они неинтересны. Мы их не осуждаем, обличаем, бирок им не вешаем. Мы знаем, ведь в песнопениях сказано, что и пришеды в одиннадцатый час приемлем. Поэтому Бог с ними. Господь сам решит, что будет с ними, с их потомством, с их имуществом и прочее, с их памятью. Я говорю о живых. Я говорю о таких же, как я, простых православных христианах. И о тех немногих, но, наверное, около тысячи их есть. Из четырнадцати тысяч священников в нашей церкви, Русской Православной Церкви Московского Патриархата, из которой мы не выходили и никуда не уйдем. Где родились, там и пригодились. Эти пятьсот тысячи священников, большинство из них неизвестны нам. Они по понятной причине боятся, переживают за свою семью. Они сделали акт, очень важный акт, это показать свое лицо, показать свою душу, показать веру во Христа, показать свою твердость. Они сделали, слава Богу. Они служат у себя дома, служат где-то в комнате. Сделали иконостас, алтарь, евхаристический набор, облачение, антиминц. Все у них есть, нет проблем. Есть сан, и все прещения ничтожных этих лукавствующих. Это тоже мы знаем по заветам наших отцов святых. Но тем не менее, нам... Ну я хорошо, я охвачен вниманием. У меня можно пойти и к отцу Никодиму Шматько, окормляюсь у отца Андрея Сыковых. Могу обратиться к отцу Владимиру Шувалову. Еще, кто меня знает из настоящих нормальных священников, в принципе, о ней никто не откажет, если будет нужна мне в исповеди, в причастии или еще в одном из семи таинств, которые может сделать только священник. Это все так. Но я сетую за других людей, у которых нет такого прогилированного положения, нежели чем у меня. И им нужен голос пастыря. Невольно напрашиваются эти воспоминания, это отрывок, это притча из Евангелия. Давайте мы сейчас и почитаем, как это выглядит. На самом деле очень замечательно, тепло и сильно. Я заранее открыл страничку. Притч о добром пастыре и наемнике. Одна из притч Иисуса Христа, содержащаяся в Евангелии от Иоанна, в ней говорится о пастыре, входящем в дом овчий через дверь, и голос которого овцы знают и слушаются, а также о наемнике, которой нет дела до овец, волки расхищают их, и что кто входит в двор не дверью, тот вор и разбойник. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелезает инде тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выводит своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорит им. И так опять Иисус сказал им, истина, истина говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Отрывок вы знаете. Замечательный отрывок. Вот такую заставку я на ролике сделаю. Потому что, дорогие отцы, как это практически можно сделать? Вы можете сделать канал на Ютубе. Пожалуйста, как сделали некоторые. Вы можете прислать мне на почту, потому что WhatsApp даст только 2 минуты 50 секунд. Остальное обрежет. Инфо собака Никодент. Сейчас я напишу. Мне сегодня звонил один священник, отец Роман. Раньше я его не знал. Мне было очень приятно. Вот. Инфо собака Никодент. Инфо собачка Никодент. Каруская.ру Тоже об этом мы с ним говорили. Он мне говорит, Евгений Борисович, да, вас знаем, уважаем, все прочее. Хорошо. А как это делать практически? Значит, я вам еще раз говорю. Зеркало. Вот. Смотрите. Нет ничего лучше, чем один раз увидеть. Вот. Вот такая палка. Стоит она 300 рублей. Вот. Для смартфона. Она стоит так. 300 рублей. А я сейчас вот так вам скажу. Покупайте ее в вот палка. Покупайте ее в любом связном. Чем она хороша, можно и так крутить, можно так. Далее. Садитесь напротив окна. Вы можете где угодно садиться. Можете, в принципе, может и человек держать вот так. Понятно, да? Упор сделать локтями и держать, и снимать. Может и так. Но когда один, никого не обременяешь, никого не отвлекаешь, как-то приятнее. Вот. Можете на фоне алтаря своего, нечего скрывать, ничего страшного, наоборот, хорошо. Можете на фоне сарая, на улице. Главное, чтобы вам свет падал в лицо, помните. Чтобы свет светил вам в лицо, отцы. Это касается всех людей, не только священников, но сейчас мы говорим об этом. Вот. Текст, пожалуйста. Здесь удобно, вы смотрите себе в глаза, себе на свою картинку, разговариваете с самим собой, не пугаешься этого мертвого зрачка, камеры. Он неприятен, он не, как-то, к творчеству не сильно располагает. И далее говорите, что вот, братья и сестры, я священник, зовут меня так-то, я сделал рапорт несколько лет назад о том, что я не хочу участвовать в этой вакханалии, в этом предательстве спасителя, в этом безобразии. И далее по тексту. Говорите, что вам, что считаете нужным. Нам все важно. Мы должны, в чем важность? Я вот о Сураману это тоже сказал. Это не Загребнев. Он жил, слава Богу. Значит, в чем важность? В том, что раньше были книги, понимаете, люди читали книжки, написанные вот, или подвиг о настоящем человеке, да, где Мерестиев полз шесть суток, потом отняли у него ноги, он сделал себе протезы, ему сделали, еще бил фашистов. То есть, речь идет о том, что так можно. Речь идет о информационном обеспечении вопроса, в частности, сейчас мы говорим о духовном, что так можно, что мы правильно до дороги идем, что мы не брошены. Очень важно, чтобы была подпитка духовная и информационная от разных священников. Отец Никодим, Шматько, но он один за всех, раньше, так сказать, и я грешный. Но я всегда говорил, что никаких семинарий не заканчивал, академии, но я закончил, я учился в военно-медицинской академии, и первый Московский медицинский институт я закончил, потом это стало называться Московская медицинская академия Миниссеченова. То есть, я академию заканчивал, но медицинские. Поэтому отдуваться за всех мы с отцом Никодимым не можем. А по любви это нужно делать, поэтому, пожалуйста, дорогие отцы, не сомневаясь, не стесняясь, делайте какие-то обращения. Не нужно часто, не нужно каждую неделю, как пойдет, как Бог даст. Самое главное, чтобы мы видели ваши глаза, видели и слышали вас, что мы не одни, что о нас молятся, о нас переживают, они молятся над своих престолах, над своими антиминцами, они молятся за всех, за все православное епископство и всех православных христиан, стоящих в истине, за вас. И вы должны знать, что они это делают. Тогда нам будет проще, потому что круг замкнется. Понимаете? Это очень важно. Понимать, что мы не сами по себе. Поэтому, дорогие мои, обнимаю вас, всех люблю, поминаю, будем жить, Господь управит, а отцы не бросайте нас. Ваш Евгений Лопатин. Перешлите, кого знаете. КОНЕЦ Лопатин. ПОНЕЦ Лопатин. ПОНЕЦ